На базе средней школы номер 14 имени Фомина состоялся открытый турнир по военно-спортивному многоборью памяти защитника Брестской крепости Ефима Моисеевича Фомина. Спортивный праздник стал традиционным и проходил в седьмой раз, объединив команды и учреждения образования Московского района города Бреста. В стартах участия приняли учащиеся 10-х и 11-х классов. Семь лет назад наша школа решила сделать традиционным открытый турнир по военно-спортивному многоборью памяти Ефима Моисеевича Фомина. Потому что наша школа носит имя полкового комиссара защитника Брестской крепости Фомина Ефима Моисеевича. И уже ребята из соседних школ, Вульки, Ковалевки, Центра мы приглашаем на наш турнир. Каждый раз участие принимают разные школы. Но в большинстве случаев это, конечно, наши добрые соседи. Ребята показывают свою сноровку. Они показывают, насколько они готовы защищать нашу любимую родину. Они показывают свое мужество, можно сказать так. Они показывают также, насколько они сплоченные, насколько у них развит командный дух. Мемориальный комплекс «Брестская крепость. Герой» и 14-я школа имени Ефима Моисеевича Фомина уже много лет сотрудничают, дружат и поддерживаем мы этот турнир не случайно. Он назван в честь защитника Брестской крепости Ефима Моисеевича Фомина, который за участие в обороне Брестской крепости, за подвиг, совершенный при обороне Брестской крепости, награжден был орденом Ленина. Это была высшая награда, орден высший Советского Союза в городе Бресте. И улица есть названная в честь Ефима Моисеевича Фомина. А турнир, чем он важен? Дело в том, что мы рассказываем про нашего героя и в мемориальном комплексе, и здесь есть музей в честь Ефима Моисеевича. Но это подкрепляется все не только рассказами, но и фактическим делом. Поэтому не зря говорили, что в здоровом теле здоровый дух. Поэтому патриотизм, он должен быть и физически крепким. Поэтому, когда я сегодня смотрю, как они стараются, как они пришли с энтузиазмом большим, то считаю, что в теории мы это все говорим, на практике делаем здесь. Юноши и девушки проявляли физическую подготовку в разных состязаниях. Военные и спортивные эстафеты, перетягивание каната, сборка и разборка автомата, поднятие гири и других. Подрастающие спортсмены говорят, что такие состязания нужны прежде всего для того, чтобы знать историю и помнить ее героев. А также для активного и здорового образа жизни. Я любитель спорта, очень большой. Я сам в детстве в спорте. И здесь эти соревнования, этот азарт, эти чувства, адреналин, это мне все очень нравится. Можно сказать, что я этим живу. Ну и я люблю вообще такие мероприятия. Защищать честь школы вместе с друзьями. Это всегда очень круто. Этот турнир, моя школа, носит имя Ефима Моисеевича Фомина, полкового комиссара. Он один из всех героев, который отдал свою жизнь в боях за свободную независимость нашей Родины. И именно такие мероприятия дают нам возможность почтить память о погибших героях и защитниках Отечества. В таких соревнованиях нужно принимать участие, особенно молодежи, особенно старшеклассникам, чтобы понимать, кто такие герои, обязательно помнить их и чтить. Фомин Ефим Моисеевич – это один из, наверное, самых главных героев Брестской крепости. В честь него названа вот эта школа, в которой я очень рада присутствовать. Я очень рада, что я могу принять участие и таким образом почтить его память. Несмотря на то, что у турнира немало интересных этапов, некоторые для мальчишек и девчонок оказались довольно сложными. Однако участники были максимально сконцентрированы и настроены на успех. Была конкуренция с девочками, у которых был уклон на атлетику легкую. Чуть-чуть сложновато было все же пресс, потому что, ну, хоть я и тренируюсь, но когда уже больше 60 идет за минуту, то, конечно же, ноги начинают очень уставать, и, в принципе, тяжелее становится делать. Потом тяжело себя чувствуешь, ноги боя, встать тяжело. Но все равно это спорт, спорт – это жизнь, как бы, и движение. Открытый военно-спортивный турнир состоялся и получился не только увлекательным, но и полезным. Это, безусловно, позволит ему и дальше оставаться традиционным, а в будущем – совершенствоваться. Субтитры создавал DimaTorzok